здравствуйте меня зовут милена меди я родилась в крыму и в этом блоге рассказываю о событиях которые происходят у меня дома на родном полуострове поехали на прошлой неделе из-за ливня симферополь чуть не ушел под воду хотя почему чуть не ушел столица крыма в прямом смысле оказалась затоплена местные сми пишут что улицы города превратились в венецианские каналы только вместо гандал в симферополе автомобили больше всего оказалось затоплена улица глинки на ней ливневок нет вовсе поэтому вода оказалась даже в салонах автомобилей тут жесть вот такая вот жестяк сейчас походу я и мать выезжаю я у меня в салоне вода вот это жесть на вопросы подписчиков а где ливневки под видео отвечали что их закатали в асфальт при очередном ремонте там вообще машину тупо утонули не лучшая ситуация оказалась на улице совхозной там из-за ливня затопило десяток гаражей даже в такой далеко неприятной ситуации местные умудряются шутить в комментариях писали о том что в этом районе надо было не строить гаражи а выращивать рис а еще о том как стремительно на местных авторынках появится в продаже машины-утопленники на проспекте победы водителям тоже пришлось не сладко дождевая вода там не стекала на обочину и машины несколько сотен метров не ехали а буквально плыли по дороге похожая ситуация на луговой машины в прямом смысле слова преодолевали водную преграду на ялтинской объездной из-за сильного дождя на дороге сошел сель так что автомобили ехали по камням и строительному мусору из-за этого на выезде из симферополя образовалась пробка сильный ветер вместе с дождем смыли в реку салгир строительный вагончик на тот момент внутри находился человек мужчина выжил и обошелся без серьезных травм местные говорят вагончик застрял рядом с жилым домом по улице куйбышева зацепившись за трубы но проблема с неработающими ливневками оказалась актуальна еще и для севастополя местные говорят что после каждого дождя дорогу на улице селантьева затапливает и проехать по ней становится невозможно люди шутят о том как улица превратилась в реку очередной очередной ливень с потопом вот так у нас все это выглядит а вот наша река молочные берега если в симферополе и севастополе вместо дорог реки то в гурзуфе картина больше напоминает водопад фотография на которой по уличной лестнице стекает вода после дождя вызвала в сети немало восхищенных комментариев а вот в коктебели местные активисты сообщают об очередной экологической катастрофе прямо на городском пляже вместе с дождевой водой в море стекают канализационные отходы в море уже образовалось огромное чёрное пятно автор видео винит местные российские власти в том что они своим бездействием подвергают опасности жизни людей затем как дальше будут развиваться события в крыму я обязательно расскажу вам в следующих блогах меня зовут милена меди это телеканал дом подписывайтесь на нашу страницу фейсбук и на канал youtube чтобы знать о самом интересном пока милена